Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 10 и 11 класса, Таносян, задание 371, дано. АВЦД Тетраэдра Медианы грани ВЦД, изобразим эти медианы, пересекаются в точке О. Точка О – это точка пересечения медиан треугольника ВЦД. И нужно доказать, что длина отрезка АО меньше 1 третьей суммы длины ребер с общей вершиной А. То есть суммы ребер АВ, АС и АД. Соединим точку О с точкой А и воспользуемся выводом задачи 366. По этой задаче вектор АО равен 1 третьей от суммы векторов АВ, АС и АД. Потому что точка О – это точка пересечения медиан, а точка А – это произвольная точка пространства. Вот теперь мы рассмотрим сумму векторов АВ и АС. Поскольку эти векторы лежат на ребрах тетраэдра, то они не лежат на одной прямой. А если мы построим сумму этих векторов и назовем результирующий вектор, назовем вектором П, то нам нужно будет, если мы воспользуемся правилом треугольника, нам нужно будет вектор АС заменить на равный ему вектор по направлению по длине и отложить его от точки В. Таким образом, векторы АВ, АС и П образуют треугольник. А раз они образуют треугольник, то мы можем воспользоваться неравенством треугольника. Длина любой его стороны, а в частности стороны, совпадающей с вектором П, меньше суммы других сторон. То есть это длина вектора АВ и длина вектора АС. А теперь рассмотрим другую сумму векторов. Вектор АП плюс вектор АД. Эти векторы тоже не лежат на одной прямой. В противном случае ребра тетраэдра лежали бы в одной плоскости. А раз так, то результирующий вектор, назовем его вектор С, будет вместе с вектором П, АД и С, если мы будем складывать векторы по правилу треугольника, образовывать треугольник, для которого тоже действует неравенство треугольника. А именно, длина вектора С меньше, чем суммарная длина вектора П и вектора АД. А теперь вот последнее неравенство мы перепишем таким образом. Вектор С, длина вектора С. Неравенство тем более будет выполняться, если в правой его части мы длину вектора П заменим на большее число. Тогда запишем АВ плюс АС, длина, и плюс вектор АД, длина вектора АД. Но вектор С отсюда это сумма векторов АВ, АС и АД. Другими словами, вектор АО равен 1 третьей от вектора С. Тогда из того, что длина вектора С меньше суммарной длины этих векторов, следует, что и длина вектора АО, равного ему меньше 1 третьей суммы длин векторов АВ, АС и АД. Что и требовалось доказать. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.